Доброе утро страна. Что это за пляски с утра? Что там пляж? Что за пляски с утра? Прям, знаете, свежо как-то. Можно уже и ковтенку какую-нибудь надевать. А я сегодня в платье. В таком оно это. Такое. И, в общем-то, прохладненько как-то. Солнышка нету. На море шторм фигашит. Сейчас попробуем показать. Ну, вам этого не видно. Ну, фигашит. Вон, видите, белые шапки. Как интересно. Телефон тут пробую, знаете. Раньше вот так пальцами вот так делала и выдвигалась. А тут у меня... Ой, и солнце, и все дела. Ну, как клёво. В общем, ладно. Вот я стою, и он сидит. Никогда не гуляет. Вот видит, что я встала. Значит, надо сидеть. Прям свежо, свежо. Пошла я работу работать. Сегодня вроде как дождь обещали. Небольшой, не знаю. Вообще, у нас тут красиво, правда? Тут 10 часов фонтан включают. Апельсины, когда цветут, это просто нереальный запах. А там церковь, видите, тоже какая старинная. У церкви стояла карета. Там пышная свадьба была. Все гости нарядно одеты. Невеста всех краше была. Начала пылесосить. Пылесос сдох. Зарядка закончилась. Пускай там заряжается. Мне вчера муж ночью, ну, когда пришел, Библию принес. Представляете? Я вот не пойму. Вроде бы обычная Библия, знаете. Вот. Не какая-то там вот это вот какие-то другие веры непонятные. Вроде бы обычная. Старый и Новый Завет. Я говорю, где ты взял-то? Он говорит, друг подарил. Я говорю, ну, наверное, какой-нибудь это. Большие буквы. Какая-нибудь вот это вот. Какие-нибудь. Господи, как они. Свидетели Еговы или еще что-то. Ну, нет. Ничего не написано. Вот видите, Святая Библия. Просто вот. Новый Старый Завет. И вот такой он календарь на 2020 год. Отрывной. Я думала, здесь таких нету календарей. Но нет. Вот есть. Представляете? Обалдеть. Вот тут даже написано, как надо что делать. О, какие подарки-то. Ой, в постель меня у нас сегодня дождь обещали. Обещают на вечер. Ну, так, знаете, прям похолодало. Я уже надела пижаму штанинную. Вообще, я летом люблю ходить в этих платьях. Ну, вы, наверное, заметили такое что-нибудь. Домашнее платье дома. А вот на осень-зиму это 100% штаны, носки. Вот так вот надето штаны, носки. Тут, конечно, майка пока еще. Но сегодня подумываю достать одеяло. Вот, потому что я пледом таким, ну, типа такого плана укрываюсь. И каждую ночь я боюсь замерзнуть. Поэтому, наверное, хотя окна уже закрываются закрытыми окнами. 27 градусов показывает. Но из-за того, что ветер такой прохладный, в общем, холодно. Видите? У нас особого ветра вот так в этом закутке нету. Потому что здесь, вот видите, как бы вот эта стена не дает ветра. А с этой стороны, ну, как-то ветра нету. Поэтому Чуччи здесь совершенно комфортно. Вот. И он не возникает. Не улетает никуда. Ну, если, конечно, там вообще ураган, то уже заношу. Так хорошо это. Так облака бегут прям вообще. Мой сегодняшний обед. Ну, это классика жанра. Здесь вот эта вот спаржа, чесночные стрелки, креветочки и одно яйцо. И пол манго. Всем приятного аппетита. Заварила себе чай вот такой. Русские продукты там сидела, заказывала. Мужчина, который привозит. Сейчас посмотрю, что у меня на голове. Брюдничаю, нормально. Дал синяя. Господи, появился на WhatsApp. И сказал там заказывайте, делайте заказы, привезу там тадак, тададата. И я что-то, знаете, рассматривала там, что бы мне захотелось. И увидела черную смородину замороженную. И вспомнила, что у меня есть облепиха. Облепиха? Да, облепиха. Вот. Потом у меня есть еще такие вот... Здесь уже покупала разный микс ягод. Там клубника, вот видите. Ежевика, в общем, тоже черная смородина. И вот такой себе сделал витаминную бомбу. Чай с манго, который я покупала. В общем, будем запасаться витаминами, потому что на улице похолодало. Боже, как это вкусно. Какой-то циклон там идет. Ураган. Вот. И заденет всю Испанию, даже там Европу. В общем, короче, к нам не совсем он сильно дойдет. Потому что даже снега на севере там идут. Все такое. А у нас только вот ветер сильно. Хотя он сегодня передает дождь. Поэтому пойду сейчас белье сниму. И вот решил... Ой, у Чарли воды нет. И вот решила витаминную бомбу себе сделать. Хотя у меня через полчаса уже будет полдник. Кстати, доедаю торт. Вот. У меня остался буквально небольшой такой кусочек. Который я сейчас... Ну, не сейчас, а через полчаса. Все по режиму. Кстати, надо его завесить. Знаете, мне очень интересно, сколько в нем грамм. Вот. И к чему я это? К тому, что... 90 грамм. К тому, что в понедельник, наверное, засниму вам рецепт. Не, наверное, а точно засниму вам рецепт этого торта. Потому что я думаю, что в воскресенье нажру. Вот. Как это у меня в воскресенье будет срыв? Ну, это не срыв будет. Просто какой-какой праздник намечается, если все будет хорошо. Ну, что ты хочешь, моя сладость? Глянь, от ветра вот этот вот волос чарный везде. Летает, кружится, как не знаю, что, как снегопад. Еще я сегодня пропылесосить не смогла. Пылесошу каждый день. Вот. Сниму вам рецепт тортика для диеты. Мне кажется, бисквит даже получился, знаете, такой обычно, когда без муки. Но если без муки, то на овсяной муке. То есть, я беру овсянку и перемалываю ее сама. Можно и купить, но я потом вам расскажу все. В понедельник, наверное. Ну, понедельник сниму, а во вторник выйдет видео. Вот. А, еще читала сообщение, что там лимонад вам не рассказала рецепт. Лимонад, это, как бы, знаете, пьется, когда летом, когда жарко. Сейчас уже холодно, хочется пить чай. Так что с лимонадом, наверное, до следующего года. Я его уже не делаю. А вот тортик очень вкусный. А, к чему я еще ищусь? Что я в воскресенье нажрусь и потом еще, может быть, недельку, может быть... Ну, посмотрю по своему весу, потому что меньше 80. Я не хочу худеть. Это идет уже не то, что мне во бред, но, вы знаете, с каждым моим похудением, как вот правильно написали в комментарии, все морщины только вылазают. Вот. Кожа обвисает на руках. У меня проблемная зона – это руки. Вот. Это у нас, знаете, у всей нашей породы такая, такие руки. И поэтому они более обвисают. Вроде смотришь красиво, а потом вот так вот все виснет. В общем, нет, больше не надо худеть. Но вот 80-83. Вот 80-83 – это тот вес, который я хочу. В принципе, я в нем держусь уже лет 7-6. После того, как я весила 106 килограмм. Вот. В общем, немножко вам рассказала. Пойду белье сниму до того, как пойдет дождь. И до того, как оно улетит, потому что ветер поднялся. И вообще, как я гулять пойду, если такой ветроган. И дождь. Прямо обещали. Вот в 5 часов обещали дождь. Ну, посмотрим. Знаете, здесь как обещают дождь, но обещанного 7 лет ждут. Или как там, как-то так. Еще не факт, что пойдет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дождь все-таки пошел. Я прям в город зашла, и дождь пошел. Да че, иди ты вон там. Куда ты его тянет, где дождик идет. Мы тут под балконами идем. Хоть как-то спастись от дождя. Ну, такой он не сильный, но все-таки. В общем, нам тут совсем уже немножечко не промокнем. Не сахарный, не растаем. А, жаль. Погода у нас прям осенняя-осенняя. Совсем незаметно. А я уже постелила себе мое одеялко. О, я сегодня, как я люблю спать под одеялом. Уютненько, так классно, так здорово. Кто тоже любит спать под одеялком. Я, конечно, если специспанцам расскажу, они офигеют. Скажут, как так? Так, еще тепло-тепло, жарко. А ты уже под одеялом? Они жаркие люди, а я мерзлятика. Поэтому буду сегодня кайфовать. Ну, если будет жарко, знаете как, вытащу попку. И вот, чтобы она мне там прохлаждалась. Или левую ногу, или правую. Вот, а вот все остальное будет под одеялом. Сладких вам снов. Всего вам самого лучшего. И приятных выходных. Всем пока-пока.